юзер юн как вы относитесь к тому материалу как гуашь великолепно отношусь это мой любимый материал со времен строкановки в те времена была плакатная гуашь и посмотрите какие работы я делал плакатная гуашь у там гуашью там краски цвет это невозможно было намешать всего было 9 по моему красок или 12 все это мои ранние работы тех времен студенческих потом в наше время в сегодняшнее гуашь профессионально это конечно небо и земля и работать настолько приятно вот несколько набросков выполнены именно в этой технике можно писать пейзажи но я очень люблю рисовать и писать женское тело гуашью но особенно темперой потому что в ней больше клея и верхние мазки ну последующие они не смешиваются с нижними с предыдущими и поэтому живопись приобретает силу мощь гуашь она больше матовая такая немножко блеклая не невозможно было в полную силу от самого светлого до самого темного вот этот диапазона развернуть сейчас это возможно и в темпере это возможно так что это мой любимый материал ну после масла я призываю вас делать ежедневно наброски той же гуашью это очень полезно очень близких не обязательно обнаженку ну сюжеты какие-то мотивы можно писать и натюрморты я был поражен это был по моему тринадцатый год мы писали в гурзуфе собрались разные художники из разных мест и саша горбиков приехал и он писал темперы но великолепнейшие работы темпера я просто поразился я раньше не видел как такого качества такого уровня темперные работы ну разве что конечно сиров орхан здравствуйте здрасте меня очень интересует вопрос как вы видите красоту в натуре как вы ее замечаете и преображаете ее под себя прекраснейший вопрос орхан как вижу орхан не знаю может быть потому что много во первых фотографировал раньше когда еще не очень любил рисовать и композиция кадра мне очень сильно привлекал я понимал что зумированный объектив ну когда кадрируется пространство по-разному ты благодаря этому зуму можешь все время решать по разному композицию кадра и сам кадр меня завораживал что в кадре как это как гармонично связаны его элементы но потом когда уже стал художником то само видение рассеянное и мышление вот композиции ей в этом кадре куда бы ты не посмотрел ты кадрируешь пространство и дальше ближе все время по-разному а фото по когда фотографируешь еще чуть с наклоном можно так вот это рассеянное видение позволяет тебе не увязываться не вылезать в детали не теряться в них осмотреть широкими массами вот это основное пожалуй ты как бы делишь кадр видимый кадр на несколько составных вот на несколько художник думается до многим видит больше чем другие да нет он видит меньше это самое сложное видеть меньше то есть из всего вот этого видимого пространства в кадра нужно выделить обобщить это все да я не знаю десяти каких-то планов десяти пятен а то есть шести там а то и четырех все время происходит некая синусоида то ты концентрированно смотришь в фокусе то в расфокусе вот это все время по такой синусоиде все время прыгает внимание твое то фокусе то не фокусе и таким образом ты выделяешь главное и фактически перед тем как что-то рисовать ты для себя понимаешь ради чего я вообще рисую этот мотив что особенного в нем есть и что я хочу выделить и чем хочу пожертвовать раз я что-то выделил значит чем-то пожертвовал живопись это жертва ну а как замечаете все тренируется все дело в практике и источник этого замечания в любви к жизни к тому что мы вот имеем возможность видеть мир юзер о w что за выставка в арт коробке где будут ваши работы что-то в интернете никакой информации не видела или я пропустил я не знаю я тоже не заходил но я могу однозначно сказать что я туда по моему завтра или нет в пятницу повезу новые работы и вот когда-то будет открытие я вам попозже сообщу новой выставке не знаю как она называться будет но она будет обновленная я привезу еще туда несколько работ новых в данный момент сейчас там экспонируется мои пять или шесть работ vld records скажите стоит ли подписывать свои работы на самой работе просто у нас в колледже по какой-то причине никто об этом не говорит хочу узнать ваше мнение на этот вопрос но если работы учебные мы подписывали прямо фамилию писали и задней стороны тоже а если работы творческие то но я разработал какой-то такой вот дизайн подписи укороченный до одной буквы кей но первая начальная буква моей фамилии и все к раньше подписывал по-другому вы посидите дома и поработайте над графикой своей подписи просто как дизайнер предложить такие другие варианты какие-то сочетания ну разные в квадратики там может вообще печать сделать какую-то даже из линолеума я не знаю или заказать печать прям сзади можно печать такую заказать я кстати хочу себе заказать сзади работать чтобы пришлёпаешь такое делать но поскольку работы разного формата например если длинная подпись на маленькой работе она же много места займет или тонкая кисточкой придется ее обрабатывать да сложно поэтому одна буква у меня она решает все проблемы но работа все-таки узнаваемы поэтому одной буквы посмотрите на подписи художников какие они делали я считаю что подпись важна и нужна одна история есть про японского часовщика он значит славился тем что делал часы и ставил подпись внутри представляете механизма сам в где-то там внутри механизм этого часового а его кто-то там спросил а зачем ты делаешь это вообще никто не видит на что он гениально ответил он видит вообще это гениальная история то есть он этот часовщик настолько отдавался своему ну любимому делу что ставя подпись это же его марка это же репутация он говорит о том что он делает это настолько безупречно он делает это для всевышнего как величайшая благодарность того что ему дан этот дар так что давайте относиться к каждому своему труду который выходит из нашего печатного станка ну с такой же величайшей благодарностью за то что начальство нам дало этот дар и мы можем им пользоваться не забывайте друзья подписываться на канал ставьте пожалуйста лайки задавайте вопросы комментируйте а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok